МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возгорание началось около 4 часов дня. В доме находились 2 девочки, 9 и 7 лет, и 5-летний мальчик. Мать оставила их без присмотра, заперев дверь на ключ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности. Кроме того, следственные органы возбудили 2 уголовных дела в отношении владельца помещения. Как выяснилось, 12 комнат частного дома нелегально сдавались в аренду. По рассказам жителей Малово-Видного, на территории деревни это распространенная проблема. Жители проинформировали о том, что очень много гостиниц, хостелов. И за этим никто не следит, за потоком людей, как они проживают, какие у них документы есть на руках. Поэтому благодаря нашей администрации, я надеюсь, нам помогут все-таки улучшить, и чтобы не повторилась данная трагедия. По факту крупного пожара огнеборцы представители администрации провели встречу с местными жителями. Владельцам частных домов напомнили, что необходимо иметь под рукой огнетушитель, а также установить пожарные извещатели. Напоминаем людям, жителям, о номера вызова пожарной охраны, о том, какие действия они должны в первую очередь делать в случае возникновения пожара. Но основной аспект, конечно, идет на профилактику пожаров. Объясняем, что не должно нарушаться, чтобы не было пожара. Чтобы за детьми смотрели, присматривали, не оставляли детей одних, как в данном случае было. Проводим разъяснительную работу о необходимости установки в своих домовладениях автономных дымовых пожарных извещателей, которые, на самом деле, очень хорошо спасают людей от пожара и от последствий пожара. Расскажите, пожалуйста, подробности. Да, действительно, вечером 11 августа 2022 года в 16 часов 4 минуты на пульт диспетчера пожарно-спасательной части номер 28 поступил вызов о пожаре по адресу деревня Малая Видная, улица Садовая, дом 41. К моменту прибытия первого пожарного подразделения в 16 часов 14 минут наблюдалось открытое горение кровли данного дома, шел густой черный дым. В 18 часов 34 минуты была ликвидация открытого горения. В дальнейшем при разборе пожарного мусора между мансардным и третьим этажом было обнаружено 3 обгоревших тела детей. Предположительно, как в дальнейшем было установлено, это 2 девочки 9 и 7 лет, как в репортаже уже было сказано, и мальчик 5 лет. По предварительным данным известно, что мама, уходя на работу, оставила детей одних, заперла на ключ, и у детей на момент возникновения пожара не было возможности покинуть горящее помещение. Дети погибли. Другие люди, если кто-то находился в доме, могли помочь или никого не было? Сейчас проверку по данному факту пожара проводит Следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации Московской области. Они уже устанавливают все эти факты, которые были в момент возникновения пожара. А какие сейчас основные версии? Почему произошла трагедия? Рассматриваются две версии причины пожара. Причину пожара вообще устанавливают специалисты исследовательской пожарной лаборатории, которая имеет особое познание в этом направлении. По их словам, две версии причины пожара – это аварийный режим работы электрооборудования, либо электросети дома, и не исключена также детская шалость с огнем. Знаю, что дети, особенно маленькие, от трех до семи лет, часто имитируют поведение взрослых, в частности обращение с огнем. Действительно ли это так? Ну да, как показывает статистика, мы же понимаем, что дети зачастую хотят повторить то, что делают взрослые. И в отсутствии взрослых это именно стараются сделать. То есть нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись дома один, если у него есть доступ к спичкам, к зажигалкам, он вполне может быть повторить то, что делают взрослые с этими спичками и зажигалками. То есть попробовать попытаться спичками поджечь бумагу, или, не думая о последствиях, так как дети не понимают, у них нет навыков осторожности обращения с огнем, не думая о последствиях, попытаться развести костер где-то даже в жилом помещении, непосредственно в доме. Поэтому ни в коем случае нельзя оставлять детей от них без присмотра, оставлять рядом с детьми где-то, чтобы у детей был доступ к спичкам, к зажигалкам, к каким-то легковоспламеняющимся жидкостям. Необходимо проводить постоянную работу, беседу с детьми о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, о том, чтобы не баловались со спичками, зажигалками. Но вести эту работу родители, бабушки, дедушки должны постоянно с детьми. Какая вообще сейчас статистика по состоянию уже 7,5 месяцев года прошла? Она лучше, хуже стала по сравнению с прошлым годом? Знаете, на сегодняшний день на территории Ленинского городского округа произошло 238 пожаров. Наблюдается небольшое снижение. В прошлом году было на данный период времени 268 пожаров. То есть снижение на 11%. Однако по показателю погибели людей, один из показателей, который в статистике отражается, мы, конечно, на 25% увеличиваем. В этом году у нас погибло 5 людей на пожарах, из них трое детей, о которых мы сейчас говорили. А в прошлом году погибло 4 человека, все были взрослые. Поэтому в этом направлении, конечно, мы сдаем Ленинский городской округ по данному показателю. Также по количеству травмированных наблюдается увеличение количества травмированных по сравнению с прошлым годом на 2. В этом году их 9 человек у нас травмированы. Все взрослые. Травмы не такие значительные, но тем не менее люди получили травмы при пожаре. Также в 2022 году из 238 пожаров 51 пожар приходится на жилой сектор. 15 случаев горения автотранспортных средств. Горят как легковой транспорт, так и грузовой транспорт. Мы знаем, мы находимся между, скажем так, в близости двух автомагистралей. Это М4 и Старокаширское шоссе и Симферопольское. Трех, прошу прощения, трех. Поэтому бывает, что при движении автомобили загораются. И вот 15 случаев в этом году произошло. В пяти торговых предприятиях было, в том числе, один склад в этом году пожары. Вот остальные 167 случаев – это горение мусора и травы. Ну, травы не так много из 167, а 15 случаев горения травы. Ну, трава в основном происходила в мае месяце, то есть в весенний период горения травы. На сегодняшний день у нас уже вот сегодня зарегистрировано еще одно горение травы. Трава высохла и начинает гореть. Также хочу остановиться на том, что из 51 пожара в жилом секторе 15 пожаров приходится на частные жилые дома. Огнем уничтожено 3 садовых дома в этом году. 19 пожаров произошло в квартирах, в многоквартирных жилых домах наших граждан. И 14 пожаров – это горение сарая, хозпостроек на территории домовладения. Наиболее часто возникает причина пожара. Является обычно аварийный режим работы электросети. Наиболее часто встречается. И также неосторожное обращение с огнем. Возвращаясь к трагедии в Малом Видном, какие проверки вами проводятся на аналогичных объектах? В связи с тем, что малоэтажная жилая застройка относится к категории низкого риска, на данном объекте пожара сотрудниками Государственного пожарного надзора проверки не планировались и не проводились. Однако в данный момент совместно по инициативе Винновской городской прокуратуры начаты проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на данной категории объектов. Всех без исключения. Также после произошедшего пожара на следующий день главу Ленинского городского округа Алексею Петровичем Спасским было проведено заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности, на котором руководителям служб были даны конкретные задачи по недопущению как детской гибели, так и травмированию детей при пожаре. При проведении проверок в жилом секторе, какие основные проблемы выявляете? Знаете, если рассматривать на протяжении многих лет, если останавливаться на весеннем пожароопасном периоде, летнем пожароопасном периоде, из проблемных вопросов это не своевременный окос травы. То есть трава не скашивается, вот с осени ее не скосили, весной она сухая, соответственно, возникновение пожара травы очень большое, где-то человеческий фактор, где-то брошенный окурок, трава очень быстро загорается, сухая трава, а в ветреную погоду еще и очень быстрое распространение пожара по сухой траве происходит. Соответственно, огонь очень быстро может перекинуться как на лесные массивы с полей, так и также с полей на жилые строения граждан. Это вот одна из таких наиболее часто встречаемых проблемных вопросов. Также мы сталкиваемся с тем, что особенно в мае месяце постоянно патрулируем. В мае месяце наибольшее количество жителей выходят жарить шашлыки, приготовить пищу с разведением костров. Оставляют костры без присмотра. Так что такой фактор тоже случается. У нас на территории городского округа таких фактов в этом году не было зарегистрировано, чтобы от непотушенных костров возникали пожары. Но, тем не менее, статистика по Российской Федерации показывает, что причины таких пожаров тоже имеют место быть. Поэтому еще одним из основных проблемных вопросов – это соблюдение именно тех требований и расстояний, которые установлены правилами противопожарного режима при разведении костров, и в том числе при сжигании какого-то мусора, каких-то бытовых отходов, листвы весной то же самое. То есть и осенью у нас такая проблема возникает, и весной люди на своих присадебных участках собирают сухую листву. И вместо того, чтобы их, как по законодательству положено, чтобы вывозить листву в бытовые отходы, пытаются сжечь, тем самым, это неправильное действие, листва должна вывозиться за пределы на территории мусорных полигонов и утилизироваться. Одним из проблемных вопросов при вызове на пожар сталкиваемся с тем, что граждане устанавливают шлагбаумы несанкционированно устанавливают шлагбаумы, те, которые сложно открыть, замыкают их на замок, а это колоссальная потеря времени, преследование на пожар. Могут быть где-то и пожар-то уже недалеко, пожарные подъезжают, видят, что дом, видят, что горящий дом, а из-за такого неправильно установленного шлагбаума не могут проехать, тратится большое количество времени на срезку этих замков, либо, может быть, ликвидацию зачастую самого шлагбаума, чтобы проехала пожарная машина. Это потеря времени. Тем самым пожарные могут не успеть спасти людей, и очень сильно за это время развивается пламя, ну, то есть огонь приобретает более масштабные. — Если вернуться с покосом, обязанность жителя свой участок косить, когда речь идет о муниципальных землях и землях, которые принадлежат компаниям, как часто должно это осуществляться, и кто это контролирует? — Правилом противопожарного режима установлено, что собственник земельных участков, он обязан производить своевременный, своевременный, а кост травы. То есть трава не должна высыхать, трава еще в зеленом виде должна окашиваться своевременно, и убираться то же самое. Ни в коем случае не сжигаться. На территории Московской области действует особый противопожарный режим. Сжигание травы, пожневных остатков, разведение костров у нас запрещено. Также на территории Ленинского городского округа. Поэтому ни в коем случае нельзя сжигать. А трава должна своевременно окашиваться. Контроль осуществляем за этим, по этому направлению деятельностью. Мы по системе 112, когда поступают вызовы, устанавливаем владельца данного земельного участка и привлекаем к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Штрафы какие? Штрафы? В этом году, в летний период, как раз с 141 федеральным законом от 28 мая установлены более высокие штрафы, чем были до этого. С 8 июня федеральный закон вступил в силу, и штрафы выросли на порядок. Если раньше за нарушение требований пожарной безопасности по статье 20.4, части 1, на граждан вносились штрафы, штраф составлял от 2 до 3 тысяч рублей, то сейчас он увеличился от 5 до 15 тысяч рублей. На должностных лиц штрафные санкции были от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, а сейчас они стали от 20 до 30 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели привлекаются к административной ответственности за данное нарушение от 40 до 60 тысяч рублей. А юридические лица раньше было 150-200 тысяч рублей, то сейчас уже от 300 до 400 тысяч рублей. Но с условием того, как я сказал, что на территории Московской области, на территории Линского городского округа действует особый противопожарный режим. Здесь у нас открывается вторая часть статьи 20.4, за которой предусмотрена еще более жестокая ответственность. Штрафы еще увеличены, то есть на граждан, если мы в прошлой статье рассматривали от 5 до 15, то здесь уже от 10 до 15, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч рублей штрафные санкции, на индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей, а на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Это мы сейчас говорим о несвоевременном покосе травы. В том числе и о несвоевременном покосе травы. Мы еще вернемся к штрафам, потому что там серьезные изменения в сторону повышения. Если у человека дом граничит непосредственно с лесом, как им обезопасить себя, потому что они в такой зоне риска? Ну да, граждане, пользующиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности в обязательном порядке, очищают от мусора, от старых высохших кустарников, ширина полосы, которая должна составлять не менее 10 метров. Если это сделать невозможно, то необходимо реализовать минерализованную полосу, которая должна быть не менее 50 сантиметров, в два раза в год она должна обновляться, то есть весной и осенью, чтобы она не зарастала. Если бывает у нас более дождливое, да, там, лето, то, соответственно, она может зарасти, ее, значит, ну, три раза в год нужно обновлять. Ну и также может ограждаться иным противопожарным барьером. Существует установка противопожарной стены, то есть тоже пользуется, ну, такое возможно, то есть огородить лес и участок противопожарной стеной. Про участки мы поговорили, давайте теперь непосредственно о домах. Как провести вот человеку проверку безопасности своего дома? Ну, один из простейших способов – это провести самообследование своего домовладения, своего дома, независимо от этого, в том числе и квартиры. Своего жилища. Своего жилища, да. Первое, что необходимо сделать, это осмотреть электроприборы, которыми мы в повседневности пользуемся. Бывает такое, что мы пользуемся тем или иным электроприбором, утюгом, и не замечаем того, что где-то провода перегнулись, появились трещины, соответственно, изоляционный слой нарушился, и может произойти короткое замыкание. Вот только проводящие подвода к электроприборам необходимо осматривать. Ну, и сами электроприборы на наличие каких-то, может быть, запаха и так далее, какого-то гаря, чтобы обезопасить себя. Значит, электропроводка – это тоже очень важный вопрос, особенно в старых домах. Дело в том, что в старых домах, в старых годах постройки, провода использовались еще, ну, они не были рассчитаны на то количество потребляемых электроприборов, которыми мы пользуемся сейчас. То есть раньше было в доме обычно телевизор, холодильник, то сейчас у нас по несколько телевизоров в доме, не по одному холодильнику, стиральная машина, микроволновая печь, духовой шкаф, ну и так далее, и так далее. Компьютеры – очень большая нагрузка на электрооборудование происходит, на электросети. Скажите, вот, вижу, вы сегодня пришли не с пустыми руками, наверняка это что-то очень полезное. Расскажите, пожалуйста, что это за система? Ну, у меня в руках сейчас автономный дымовой пожарный извещатель, который, как уже в репортаже там он звучал у нас, это прибор, который может на ранней стадии оповестить о пожаре. Малейшее задымление, он срабатывает только на начальной стадии, дым попадает в прибор, и прибор издает очень сильно громкий звук, который даже крепко спящего человека может разбудить. Мы сейчас очень быстро продемонстрируем это. Вот таким образом. Так, громко. Да, таким образом, поэтому мы рекомендуем всем устанавливать такие автономные дымовые пожарные извещатели в своих жилищах. Установка его проста, не требуют какие-то там лишние провода или еще чего-то. Батарейка крона простейшая, которая меняется в средний срок службы, ее год. В случае, если она садится раньше, прибор начинает издавать сигнал о том, что батарейка садится, необходима замена. Очень много на территории Российской Федерации спасло жизни. Такие приборы спасли жизни. Особенно в ночное время, когда люди спят, будут, и люди, соответственно, быстро просыпаются, эвакуируются и спасают в своей жизни, в жизни своих детей. Но это еще не все? Это еще не все. Также сейчас нам без проблем можно приобрести такой предмет, как самоспасатель, который также может в случае возникновения пожара, то есть автономный дымовой пожарный извещатель, он нам подает сигнал о возникшем пожаре, а самоспасатель нам позволяет эвакуироваться из-за дымленной среды, защитив органы дыхания и защитив зрение человека. То есть элементарно распаковывается, одевается сюда, здесь специально даже для носа, чтобы держалось это все, и человек может выйти в пригодную для дыхания среды использованием его. Все эти средства, они в бюджете недорогие, но несут большую пользу. В случае возникновения пожара могут именно быстро этот один прибор повестить о возникновении пожара, второй поможет быстро эвакуироваться из горящего помещения. Ну и, конечно, не забываем об огнетушительных. Они должны быть исправны в достаточном количестве. Естественно, первичные средства пожаротушения, они должны быть у каждого. Ну, зачастую там говорят, у меня бочка с водой есть и так далее. Ну, вы знаете, дело в том, что бочка с водой, конечно, это очень хорошо, но зимой она замерзнет. Огнетушители должны быть в каждом домовладении. Мы сейчас, вот, проводя профилактические рейды по садовым товариществам, по населенных пунктах, очень много жителей советуются по поводу количества огнетушителей в домовладениях. Очень вопрос актуален. Ответьте, пожалуйста. Ну, по количеству, понимаете, тут зависит от площади дома, от площади комнат. Вот, последний раз ко мне обратился гражданин, вот, говорит, у меня на первом этаже есть огнетушитель, даже два. Говорю, а что вы будете делать, если вот у вас пожар произойдет между там первым и вторым этажом, либо на первом этаже, в том месте, где вы не сможете добраться, а там они были установлены неправильно, то есть они в дальнем углу были установлены, и в случае возникновения пожара в ближней комнате от места, значит, подъема на второй этаж, то добраться до них было невозможно. Говорю, вам целесообразнее расставить эти огнетушители на каждом этаже по одному, ближе к авиационным выходным путям, потому что, ну, именно в таких местах расставляет огнетушитель, чтобы был быстрый доступ, тогда его эффективность будет велика. То есть в настоящий момент у нас вот те огнетушители, которые были раньше, я уже не вижу больше там 10 лет, которые надо было бить о землю там и так далее, сейчас они не используются, порошковые, углекислотные огнетушители, которые очень эффективно зарекомендовали себе тушение пожара на начальной стадии. То есть даже женщина может сама воспользоваться, не только мужчина, ну, то есть ничего сложного нет? И может, и обязанно, и подросток то же самое может. Они не тяжелые, все очень просто. Выдергивается ЧК и приступают к тушению пожара на начальной стадии. Только обязательно нужно понимать, что вот если это там в пределах одного метра квадратного пожара, то его, да, возможно, потушить. Если комната вся в огне, огнетушителем не потушишь одним. Это бессмысленно. Это, ну, тут нужно уберечь уже себя, свою жизнь. На носу 1 сентября. Скажите, у вас сейчас жаркая пора вот по подготовке. Вкратце, расскажите, готово ли наше учебное заведение? Да, несомненно. В МЧС на особом контроле вопрос подготовки образовательных учреждений к новому учебному году сотрудниками отдела надзорной деятельности профилактической работы по Ленинскому городскому округу проведены профилактические визиты во всех образовательных учреждениях округа. Образовательные учреждения готовы к новому учебному 2022-2023 году. Ну, также нами будет 25 августа проведен дополнительный инструктаж заместителями по безопасности образовательных учреждений, на которые мы дополнительно донесем информацию, напомним о действиях в случае возникновения пожара, ну и вообще о соблюдении требований пожарной безопасности во время учебного года. Также 1 сентября при проведении Дни знаний будет осуществлено дежурство сотрудниками Ленинского пожарно-спитательного гарнизона в образовательных учреждениях для безопасного проведения данных мероприятий. Сейчас стоит очень жаркая погода и сегодня много сообщений о том, что горят леса в Рязанской области, даже появились сообщения о запахе гари вот у нас в Москве и области. И МЧС объявила об угрозе пожара в Подмосковье, даже объявлена дата, это с 19 по 28 августа. Дайте, пожалуйста, ваши рекомендации, что можно и нельзя сейчас делать. Ни в коем случае. Во-первых, еще раз повторюсь, установлен особый противопожарный режим на территории Московской области. Ни в коем случае нельзя в такую жаркую погоду разводить костры, готовить пищу на открытом воздухе, опять же, на кострах. Приготовление шашлыков в том числе тоже запрещено. Это наша с вами безопасность. Посещение лесов также запрещено, потому что очень большая пожарная опасность, велика вероятность возникновения пожаров. Поэтому мы должны полностью исключить возникновение пожаров в лесах. И в том числе ни в коем случае нельзя жечь ту траву, которая сейчас начала уже подсыхать, здесь жарко погодой. И заключительный вопрос, но это даже не вопрос, такой приятный сюрприз. Знаю, что именно сегодня у ветерана пожарной охраны, полковника Князева Георгия Ивановича, день рождения, вы хотели его поздравить. Да, мы хотим от лица пожарной охраны всего Ленинского городского округа поздравить нашего ветерана пожарной охраны, легендарная личность Князева Георгия Ивановича. Желаем ему здоровья, благополучия, удачи и долгих лет жизни. Спасибо вам за тот опыт, которым вы с нами поделились. Сергей Владимирович, спасибо, что пришли. Спасибо за интересную и очень важную беседу. Спасибо. Берегите себя, дорогие телезрители. Обязательно соблюдайте все меры пожарной безопасности. Это очень важно. Спасибо, что провели это время с нами. А я напомню, что у меня в гостях был начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин